Участники новочебоксарской палитры – люди разных возрастов и профессий. Уже почти 10 лет выставка имеет статус международный и является местом встречи тех, кто пишет давно, и тех, кто только начинает. Палитра – это творческий дух, это вдохновение и всегда начало нового. Объясню, почему новочебоксарская палитра проходит в этом году два раза. Дело в том, что по независимым от нас причинам очень много новочебоксарских художников, постоянных участников новочебоксарской палитры, не смогли выставиться в зимнее время. Поэтому мы восполняем это досадное упущение. Именно в этом плане мы решили сделать вторую часть продолжения, перезагрузку, часть номер два, ее можно назвать по-разному. Мне почему-то больше нравятся слова и вновь мы снова вместе. Мы очень рады и ждем всех горожан, которые, надеюсь, по достоинству оценят новые работы новочебоксарских художников. И вновь мы вместе – символично название выставки, так как во взаимодействии новочебоксарских художников со зрителем был длительный перерыв. На открытие пришли художники, сотрудники музейного комплекса, приглашенные гости. Привычное, которое входит в нашу жизнь, оно надолго остается в нашей памяти. Обрывать культурное движение общества от цивилизации – это очень неверно. Поэтому мы соскучились по вас, аудитории, мы соскучились теми стенами, на которые экспонировано произведение художников. А литра новочебоксарская, она в нас сидит внутри. Много круглых дат объединяет 20-я по счету выставка «Новочебоксарская палитра». Это 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 85-летие Союза художников Чувашской республики и 60-летие Новочебоксарска. Одной из важнейших тем посвящена работа заслуженного художника Чувашия Александра Ильина. Я задаю очень часто и в школах, в вузах, да просто в кругу людей вопрос такой, а кто первый герой Советского Союза из нашей республики? 99,9% не знают, кто это. А теперь я объявляю громогласно первый герой Советского Союза из нашей республики, Минокуров Вячеслав Петрович, в честь которого названы наши главные улицы, в честь которого названы улицы и в Сычевке, и в Сибири есть. То есть это человек-легенда. Над этой картиной я работал несколько месяцев физически, а умственно не один год. Для того, чтобы полностью передать то, что я задумал, мне пришлось изучить архив Министерства обороны, изучить танки, технику, изучить униформу. Петлицы, пуговицы, ремни, все надо знать. И цвет одежды. Потом я изучил его характер. Ему исполнилось 28 лет, когда он пошел в последнюю атаку. Перед этим он прошел еще две войны. Я постарался передать его спокойный взгляд. Когда человек знает, что делает, за что сражается, чему посвящает свою жизнь, он не колеблется, он не мандражирует, он уверен в том, что будет делать. Вот это состояние его души я постарался передать. А вот зрителям можно уже судить, получилось или нет. И эту картину я сегодня дарю нашему любимому городу Новочебоксарскому. Она будет храниться в фондах музея. После церемонии открытия все желающие могли подойти к работам художников и из первых уст узнать об истории создания картин, а также получить ответы на интересующие вопросы. Екатерина Махаткина, Павел Андреев, Новости Новочебоксарска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова